МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем запомнится этот день Украине и миру? Узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд состоится при любом диагнозе. Геннадия Корбана забрали прямо из палаты. Взрыв в мирном городе. Как мужчина стал жертвой гранаты в столице. Криминальное приобщение к искусству. В Ривной среди бела дня ограбили музей янтаря. Нелетные шутки. За что теперь могут высадить из самолета? Взрывное утро в мирной столице. В субботу в Киеве началась неспокойно. Во дворе жилого дома сдетонировала, предположительно, граната. Есть ли жертвы и как произошедшее, комментируют в полиции. На месте событий побывал Егор Логинов. Взрыв прогремел около половины 11 утра и был таким сильным, что задрожал весь дом. Так рассказывают местные жители. Погиб 43-летний мужчина, осколками повредила стену и стоящий неподалеку автомобиль. Свидетели происшествия утверждают, жертв могло быть и больше. Когда выглянули в окно, то увидели труп мужчины с коляской. То есть, видимо, он спустил коляску с хрущевки, помог супруге. А супруга с ребенком должна была выходить позже. То есть, ее это спасло. Владимир сегодняшний день считает вторым днем рождения. Говорит, чудом остался жив. В момент взрыва смотрел телевизор у себя в квартире на четвертом этаже. Два осколка. Один пробил мне стекло, второй пробил раму металлопластиковую. И удалился в потолок и упал мне на плечо. То есть, у меня получил небольшой ожог. Вместе с полицией на место происшествия приехали эксперты взрывотехники. Территорию вокруг оцепили. Пускают только жильцов дома. На месте подъя правоохоронцы ретельно оглядают безпосереднюю место вчинения правопорушения, а также прилеглую территорию, чтобы переконаться, что неподалеку от жильевых домов больше нет никаких небезопасных предметов. Власне, в наследок огляду можем констатовать, что таких предметов там не выявлено. В милиции начали уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Пока неизвестно, какое именно взрывное устройство сработало. По предварительным выводам экспертов, оно было заложено возле дома. Егор Логинов, Данил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. В Луганской области сотрудники СБУ задержали боевика, причастного к крушению украинского самолета Ан-26 в июле прошлого года. Это местный житель. Воевал в так называемой 9-й роте Суходольского ополчения в районе Изваренной Веселой горы. Члены этого незаконного формирования избили украинский самолет, захватили катапультировавшегося пилота. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Я напомню, на борту Ан-26 было 8 человек, двое из них погибли, а пилот до сих пор находится в плену. Окраины Донецка и Горловки остаются горячими точками на карте АТО. Противник продолжает вести там провокационные обстрелы. Но так в районе аэропорта села Песок вчера ночью бой длился 3 часа. Подробнее расскажет наш военкор Ирина Баглай. Донецкий аэропорт как на ладони. В последнее время там тихо, говорят армейцы. Все чаще видят, как боевики бьют по их соседям. Буквально вчера ночью мы слышали, как воевала жабуньки с Песками. Там даже минометы 120-е вроде бы два прилета было. И как доказательство очередной разрыв в той стороне. По муравейнику, как окрестили эту позицию, противник бьет из стрелкового оружия и гранатометов из-за близкого расположения. У нас продолжаются обстрелы. Буквально вчера при очередном обстреле мы можем заметить в наш дымарь. Попала пуля. То есть стреляют прицельно. Больше, мне кажется, это провокационный такой характер. По их новинах, конечно, что передают, вот был обстрел. Кратели там и все иншее. Сегодня обстреливали с тяжелой артиллерии. Все, они же так это пропадают. Муравейник весь изрыт. Лабиринт траншей спасает уже наученных предыдущими перемириями военных. Голову выше окопа лучше не поднимать. Владимир по образованию финансист и инженер. Но дома в Карпатах пришлось научиться и строительству. Мечтает, как вернется и закончит возводить дом для гостей. А пока мастерство применяет на войне. А у нас все надеяно. У нас этот блиндаж, я атомную войну вытримаю, так что мы не переживаем за это. Новый грех в новую хату. Самому младшему Дмитрию 19, но на вид никто не верит, что совершеннолетний. За спиной не один бой. Стрельба для него уже будничное дело. Он тоже из западной Украины и планирует, как закончит институт и займется туризмом. В канун Нового года здесь рады гостям. Главное, говорят, чтобы незваные не пришли. А в случае атаки противника готовы встретить его и дать отпор. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. На скамью подсудимых из-под капельницы. Геннадия Корбана доставили в зал суда. Как проходит рассмотрение дела и как получилось, что судью уже обвинили в покушении на убийство. Подробнее Вениамин Трубачев. Геннадий Корбан был в палате, когда накануя поздно вечером к нему пришли следователи генпрокуратуры. И заявили, что хотят изменить меру пресечения на содержание под стражей. Судебное заседание начинается утром, но скамья подсудимых пустует. Корбан по-прежнему в больнице. Судья объявляет перерыв, затем еще один и в результате решает принудительно доставить Корбана в суд. В судью летят бутылки, он уворачивается, затем группа поддержки лидера Укропа пытается напасть на судью. Он спешно покидает зал. Через два часа Корбана в карете скорой привозят в суд. Он в инвалидной коляске, ему ставят капельницу. Подсудимого сопровождают медики и сотрудники СБУ. Адвокаты Корбана убеждают судью, что их подзащитный болен, не может принимать участие в заседании и требует немедленно вернуть его в больницу. Прокуроры стоят на своем. Корбана нужно взять под стражу. Сам лидер Укропа все время сидит молча, даже когда к нему обращается судья. Вы меня слышите, Синя? Не можете? Следователи подозревают, Корбан симулирует, чтобы затянуть рассмотрение дела, изображать больного, излюбленный прием украинских политиков и чиновников. Так в инвалидную коляску, жалуясь на межпозвоночную грыжу, садится уличенный в растрате госсредств бывший министр транспорта Николай Рудьковский. По его стопам шел и экс-ректор налоговой академии Петр Мельник. Жаловался на сердце и повышенное давление. А потом сбежал из-под домашнего ареста. Теперь на здоровье жалуется и нардеп Масийчук, подозреваемый во взятке. Чтобы понять, насколько болен Корбан, судья решил еще сегодня завершить медэкспертизу и определить, может ли он участвовать в судебных заседаниях. Перерыв объявлен до половины девятого. Вениамин Трубачев, Виталий Коваленко. Подробности. Телеканал Интер. Так может или нет. Вот как медики оценивают состояние здоровья лидера Укропа. Способен ли Геннадий Корбан присутствовать на слушании дела или ему показан постельный режим, мы попросили прокомментировать кардиолога, заместителя главного врача Института Амосова. Когда он урушал из клиники Амосова, стан его был задовольный, полной осознанности, адекватный. Каких противопоказаний, чтобы находился в зале судей, не было. Враховывая, что ему сделали малоинвазивное втручание, стабилизировали его стан. И сейчас ему нужно только консервативное лечение, прием таблеток. И стан его не должен погибнуть. Майданы не впливают на свидетельство, они потребуют нормальный кровообъект. Новым Майданом грозит власти партия простых людей. Лидер полицилы собрался в тур по Украине, мобилизовать депутатов местных советов, чтобы сообща выразить протест к обмину из-за антисоциального бюджета и налоговых законов. По словам Каплина, десятки областных, районных и местных советов уже приняли решение выразить недоверие правительству. Я започаткував великий всеукраинский тур по всех местах, по всех областных центрах. Він триватиме столько, сколько нужно, чтобы в его результате собрали великий з'їзд местных рад, депутатов местных рад и оголосили тотальную недоверу уряду с боку депутатов местных рад. Мы можем сегодня, мы здатны сегодня обрати новый нормальный парламент, в котором будут новые партии, в котором будут новые лидеры, ответственные лидеры. Вот как нужно бороться с коррупцией продемонстрировала Сербия. Там провели массовый арест чиновников, чьи руки воровали. Всего 79 человек. Среди них даже бывший министр торговли. Как сообщил глава МВД Сербии Небайша Стефанович, эти должностные лица, функционеры и бизнесмены с 2004 года причастны к коррупционным схемам и злоупотреблению властью, что позволило им заполучить более 100 миллионов долларов. Арест произошел через две недели после того, как Белград объявил о начале переговоров по вступлению в Евросоюз. Преступление из любви к прекрасному и недешевому. В Ривне средь бела дня ограбили музей Янтаря. Похитили самородок весом почти килограмм. Стоимость камня специалисты оценивают в сумму порядка 10 тысяч долларов. По словам сотрудников музея, двое мужчин пришли на экскурсию. Сначала спокойно рассматривали экспонаты, а затем один из них разбил стекло витрины, схватил камень, после чего оба подельника скрылись. Догнать злоумышленников не удалось и сейчас их ищет полиция. Открыто криминальное проведение. Злоумышленникам загрожает покарание в виде позбавления воли на строк от 4 до 8 лет. Всем, кому известна какая-то информация с данного привода, просим поведомить до полиции. Депутат откусил активисту ухо. Необычный конфликт произошел в Херсоне между депутатом райсовета и активистом Азова. Событие недельной давности, но огласку получили только сейчас. По словам депутата Александра Власова, активист гражданского корпуса Азов Вадим Кравченко начал оскорблять его жену. Между мужчинами завязалась драка. В результате депутат оторвал активисту ухо. В оппозиционном блоке инцидент считают спланированной провокацией, а действия своего соратника – самообороны. Активист Азова, наоборот, утверждает, что Власов первым полез с кулаками. Кто прав, кто виноват, сейчас разбираются следователи. Пока же Власову присудили два месяца домашнего ареста. Он намерен подавать апелляцию. Этот парень с Азова, он укусил меня за левую сколу. Тут еще остался небольшой след. Почувствовал сильнейшую боль. И, возможно, это и послужило таким именно стартером тому, что произошло. Мы начали бороться. Он сел сверху, начал мне давить на глаз. Я отвлекся на глаз, пытался оторвать его руку. В этот момент он меня начал кусать за ухо и оторвал ухо. Личный конфликт был абсолютно на почве оскорблений каких-то непонятных. У нас есть видеозаписи. Это происходило в центре города. Видно, кто непосредственно был инициатором этого происшествия. На Мариупольском направлении враг продолжает удерживать захваченный поселок Коминтерного и готовит новые провокации. Подробнее об этом в репортаже Александра Пантелеймонова. С крайних позиций наших военных перед поселком удается рассмотреть. Боевики обустроили на окраине Коминтерного блокпост. В ясную погоду видно, как они окапываются и укрепляют позиции. Иногда проезжает техника. Пару дней назад был БТ-чик, они выгоняли, катались по деревне туда-сюда. А так сейчас не видно. И неудивительно, в поселке, а точнее только там, куда допускают, наблюдателей техники нет. Ее предусмотрительно спрятали в ангарах на окраине. Но туда как раз никого не водят. По дороге встречаем представителей миссии. Военные их предупреждают. Боевики уже готовят провокацию. Есть у нас оперативная информация по поводу вашего донецкого экипажа. Скорее всего, это будет задействован 120-й миномет. Минометный обстрел из якобы отведенного вооружения для террористов здесь обычное дело. Вчера весь вечер стреляли по соседнему поселку Водяное в нейтральной зоне. В Водяном пострадавших нету. С местными жителями на связь выходили. Пострадавших нету. Есть несколько домов сгорело. Есть разрушения. Люди все целые. Противник перешел к обороне. Занимается оборудованием позиций. Передвигается так в пределах населенного пункта Коминтерного и рядом с Коминтером. Усиливают оборону и наши бойцы. Роют новые траншеи ближе к поселку и постоянно дежурят в усиленном режиме. Теперь на этом участке линии соприкосновения между нами и противником каких-нибудь 700 метров. Если боевики пойдут дальше, останавливать их будут любой ценой. Александр Пантелеймонов, Александр Данилов и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Бывший спикер Госдумы Борис Грызлов назначен представителем России в контактной группе по Украине. Это распоряжение президента Федерации Владимира Путина. Последняя встреча контактной группы состоялась в середине этой недели. Следующая назначена на январь 2016 года. Ранее Россию представлял посол по особым поручениям МИДа России Азамат Кульмухаметов. А интересы Украины на заседаниях контактной группы представляет, напомню, Леонид Кучма. Казахстан ограничил ввоз продуктов из Украины, России и Беларуси. Фонд защиты прав потребителей страны внес в черный список 190 наименований пищевой продукции. Рыбной, молочной, макаронных и кондитерских изделий. По данным фонда, эти продукты не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Летай молча. Трех граждан Марокко в аэропорту Борисполь сняли с рейса за неуместную шутку. Марокканские студенты, пассажиры рейса Киев-Париж, обмолвились о своих дружеских отношениях с людьми, причастными к террористическим организациям. Обслуживающий персонал отреагировал на информацию мгновенно, передал ее пограничникам. В итоге рейс задержали. Но о шутников Госпогранслужба перепоручила полиции. Африканские мигранты устроили беспорядки в Испании. Сожгли мусорные баки и несколько автомобилей в провинции Альмерия. Негодование беглецов вызвало смерть от ножевого ранения мужчины из Гвинеи-Бисау. Накануне в акции протеста, которая переросла в беспорядки, участвовали несколько десятков человек. Но полиции удалось взять ситуацию под контроль. А тело убитого мигранта нашли в пятницу утром. Правоохранители подозревают, он погиб в результате спора из-за дорожной аварии. Оказывается, Башар Асад просил Израиль вернуть ему голландские высоты. Так сирийский президент надеялся укрепить свой пошатнувшийся авторитет. Но почему ему отказали и какова сейчас обстановка в Израиле, нам расскажет наш специальный корреспондент Сергей Ауслендер. Сразу три попытки теракта за день. Первый в Иерусалиме. Араб с ножом напал на полицейского. Стражи порядка, которые находились в патруле возле явских ворот, обратили внимание на подозрительного человека, который шел за группой религиозных израильтян. Когда его остановили для проверки документов, он выхватил оружие и был убит на месте. Мы увидели трех человек, бегущих к нам. Кто-то закричал террорист, террорист. Мы сняли оружие с предохранителя и бросились на помощь. Чуть позже под шхемом палестинец на автомобиле пытался протаранить группу военнослужащих. Автоматным огнем он был застрелен. Легкие ранения получил солдат. Ему помощь оказали прямо на месте. В старом городе Иерусалима тоже были серьезные беспорядки. Там арабы пытались забрасывать камнями и бутылками зажигательной смеси у сотрудников правоохранительных органов, но были рассеяны. И вот так приблизительно каждый день. Три теракта были вчера, три позавчера. Всего за 100 дней нынешней интифады около 140 террористических атак. И продолжаются бесконечные стычки с арабами. Наши силы безопасности, пограничная полиция, армия, шабак ведут изматывающую ежедневную, ежечасную войну с террором. Но помимо этого нам приходится бороться и с кампанией подстрекательства, которую развернули против нас власти палестинской автономии. На этом фоне как-то потерялась любопытная информация. Оказывается, в 2012 году сирийский президент Баш Арасет предлагал Израилю возобновить мирные переговоры в обмен на голландские высоты. Сделано это предложение было при посредничестве российских дипломатов. Но в Израиле его даже не стали всерьез рассматривать. Если в двух словах, тот, кто владеет голланами, по сути контролирует весь израильский север. Так что отдавать эти стратегические высоты сирийскому диктатору никто и не собирался, и не собирается. Тем более, учитывая то, что на тот момент уже год, как в Сирии полыхала гражданская война, а сейчас Асад и вовсе, по сути, контролирует только свою столицу и ее окрестности. Так что, вздумая израильское руководство удовлетворить его требования, сегодня филиал ИГИЛ исламского государства существовал бы прямо на границе еврейского государства. Сергей Услендер, подробности телеканал Интер, Израиль. В мусульманском Хьюстоне произошел пожар в мечети. Следователи не исключают даже версию поджога. Так что же стоит за осквернение мусульманской святыни? Случайность или месть? С подробностями из Вашингтона наш собственный корреспондент Тихан Зетко. Возгорание произошло в мечети, расположенной на юго-западе Хьюстона. Это штат Техас. Сама мечеть находится в здании торгового центра. На место выехали пожарные и эксперты по расследованию поджогов. Они предполагают, огонь возник сразу в нескольких местах, что указывает на то, что это именно поджог. В подтверждение версии о поджоге говорит и тот факт, что этот инцидент в мечети не первый. Около 10 дней назад произошел пожар в исламском центре в калифорнийском Палм-Спрингс. Мужчина, который предположительно совершил поджог, арестован. Ему грозит до 11 лет тюрьмы. Там же в Калифорнии на прошлой неделе неизвестные нарисовали краской на мечети кресты и бросили внутрь предмет, похожий на гранату. Впрочем, она не была настоящей. Мусульмане в США опасались, что после теракта в Сан-Бернардино, где последователи террористов из исламского государства устроили стрельбу, в Соединенных Штатах начнется волна исламофобии. Тем более, что некоторые политики способствуют этому. В частности, лидер президентской гонки среди республиканцев Дональд Трамп. Он, напомню, предложил закрыть въезд в США для всех мусульман. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Преступно бодрящий чай, как итальянцев чуть не сделали кокаинистами по неводе. Эту и другие истории узнаете из нашего обзора. Чай с кокаином, тонизирующий напиток с необычной добавкой продавали в Италии. Водитель автобуса из Генои выпил его перед рутинно-медицинской проверкой. Тест показал наличие в организме наркотиков. 38-летний шофер заявил, что не совершал ничего противозаконного. Разве что выпил чашку любимого чаю. Медик, проводивший обследование, проверил действие напитка на себе. И в его крови выявили тоже кокаин. О произошедшем сообщили правоохранителям. Сейчас полиция изымает упаковки с прилавков. Британский кот-клептоман снова встал на преступный путь. Ранее его хозяйка утверждала, кот исправился и перестал воровать у соседей. Но в канун Рождества снова принес домой чужие детские игрушки. Пятилетний сиамский метист Тео из города Ипсвич прославился на всю страну два года назад, после того, как украл новогодние украшения. Потом приносил домой вещи подороже, зарядку USB для телефона, детскую одежду, рисунки и презервативы. В Мексике умер самый толстый мужчина в мире. На Рождество скончался 38-летний Андрес Морено Супельведа. У него случился сердечный приступ на фоне осложнений, вызванных перитонитом после операции на желудке. Андрес – бывший полицейский. Первоначально весил 450 килограммов. Несколько месяцев назад ему удалили 70% желудка. Благодаря этому Андрес похудел на 100 кило. Рождественское чудо от Британской королевской почтовой службы. Почтальоны доставили получателю открытку, на которой не был указан точный адрес. На конверте, который пришел из немецкого города Питтсбург, было написано лишь два слова – «В Англию». Работники почты по всей стране искали, кому же адресовано странное письмо. И на Рождество все-таки нашли адресата. Во Франции полученные на Рождество подарки перепродают в интернете. Шесть из десяти французов после праздника выставляют презенты на интернет-аукционы. И ничего плохого в этом не видят. В ходе соцопроса выяснилось, что многие жители страны уже давно сбывают свои подарки. А 15% задумываются над их продажей еще до наступления праздника. Самое теплое Рождество. В Нью-Йорке зарегистрирован метеорекорд за всю историю наблюдений. Плюс 19. Некоторые смельчаки отмечали праздник в шортах. На ура в такую погоду продается мороженое. Весенняя погода, впрочем, не стала помехой для любителей зимних развлечений. На ледовых катках, как всегда в это время года, не протолкнуться. Как отметить праздник, чтобы не было мучительно больно за осевшие на боках калории? Секрет знают жители Берлина. Ну, а нам его расскажет Татьяна Лагунова. Из-за праздничного стола прямиком на пробежку, чтобы после сытного и вкусного Рождества не набрать лишние килограммы. После праздников кому-то нужен покой, а кому-то движение. Мы принадлежим ко вторым. Обувь спортивная, костюм новогодний. Участники праздничного забега не просто спортсмены, а Санта-Клаусы и ангелы. На небе была большая вечеринка, и ангелы переели. И многие из нас, стыдно признаться, теперь не могут летать. И нас послали на землю немного побегать. Рождественский марафон 10 километров по лесу. Всех, кто осилил дистанцию, ждут угощения. Пряники и горячий глинтвейн. Хотя зима в этом году настолько теплая, что вместо согревающих напитков куда уместнее подавать прохладительные. Лучше бы угостили коктейлем кайперинья. Тогда бы было чувство, что мы на Карибах. После марафона по домам праздновать дальше. В следующий раз такой же забег состоится в первый день Нового года. Калории, набранные в новогоднюю ночь. Тоже ведь нужно сжечь. Татьяна Лугунова. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И вернемся к самой скандальной теме дня. Суду над Геннадием Корбаном. Время, отведенное на перерыв заседания, уже истекает. Давайте узнаем последние новости из Днепровского райсуда столицы. Поможет нам Вениамин Трубачев. Он с нами на связи. Веня, рад тебя приветствовать. Скажи, какова ситуация на данный момент? Да, Алексей, судебное заседание еще не началось. Но должно возобновиться с минуты на минуту. Судья, напомню, объявил перерыв до 20 часов 30 минут. И главное, что должны озвучить во время этого продолжения судебного заседания, это то, что судья обязал провести до этого времени медицинскую экспертизу, которая должна определить, действительно ли болен Корбан и может ли он принимать участие в судебных заседаниях. Все это время, начиная с обеда, Корбан находился в зале судебных заседаний. Периодически ему ставили капельницы и замеряли давление. Но вот буквально полтора часа назад его увезли. Адвокаты сказали, что намерены отправить его в больницу, где он находился сегодня утром. Но по моей информации, что Корбан до сих пор находится на территории суда, он находится в карете скорой помощи, и ему там оказывают какую-то медицинскую помощь. Нам это неизвестно на данный момент. Но известно, что уже в здание суда снова прибыли прокуроры, и с ними приехал врач, который готов засвидетельствовать, что Корбан здоров и может принимать участие в судебном заседании. И вот все здесь сейчас ждут возобновления судебного процесса. Здесь много людей, много полиции. И напомню, что сейчас рассматривается вопрос о изменении меры пресечения для Корбана. И его должны или не должны изменить с домашнего ареста на содержание под стражей. Это на данный момент самые последние новости. Это самые громкие новости сегодняшнего дня. Добавлю Веня, прошу тебя продолжить следить за развитием событий и далее. Ведь завтра тоже будут новости. И поэтому нашим зрителям будет интересно узнать развитие событий. На связи со студией подробностей был мой коллега Вениамин Трубачок. Кстати, о завтрашних новостях, пожалуйста, не пропустите. Вечером подробности недели. Тема была... неделя была насыщенной, богатой на события, в том числе на громкие, на скандальные. Страна получила бюджет. Ну, вот еще на какие темы уходящих дней обратили внимание мои коллеги. Не пропустите в подробностях недели. Подсчитали, прослезились. Бюджет ухвален, коллеги. Ночной бюджет. Кому теперь придется затянуть пояса. На Восточном фронте без перемен. Ползучая война, минские недоговоренности, и чем донецкие фронтовые окрестности встречают Новый год. Донбасс. Все оттенки серого. Специальный репортаж. Цена вопроса миллиардный. Завод раздора. Одесский припортовый снова в эпицентре скандала. Конфликты, разборки и фейки. Кто и почему плетет интриги. Дорога смерти. Сразу. Беженцы гибнут десятками. Европа беспомощна. Истории тех, кто за путь в ЕС готов заплатить жизнью. Эксклюзивно. Все, о чем говорят и спорят, в подробностях недели. Ровно 8 вечера в это воскресенье. Ну и безусловно, завтра же мой коллега Дмитрий Анопченко обязательно расскажет вам подробности сегодняшнего судебно-медицинского скандала. Чем закончится судебное заседание над Геннадием Корбаном. Напомню, не пропустите эфир подробностей недели ровно в 20.00. Другая моя коллега Наталья Белышева уже с понедельника по будням будет встречаться с вами в студии подробностей. Я прощаюсь с вами ненадолго. Обязательно увидимся на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова